Уважаемый господин Норвал, господин Сиверсон, господин Рустов, господин Олсен и уважаемая госпожа генеральную полосу королевства Норвегии, полосу, уважаемые члены президиума и участники конференции. Разрешите мне от имени губернатора Санкт-Петербурга Юрия Сергеевича Полтавченко поздравить всех участников юбилейной конференции, посвященной 25-летию сотрудничества между Россией и Норвегией в области науки, бизнеса и образования, которая проходит в Санкт-Петербурге, культурной столице России, крупнейшем научно-образовательном центре страны. Взаимодействие Балтийского государственного технического университета и Северного университета города УДЭ, начавшееся в 1991 году, открыло современную страницу российско-намешанного сотрудничества в сфере высшего образования науки. Правительство Санкт-Петербурга поддерживает тесные, конструктивные отношения с городами Порт-Нору, королевство Норвегии. Так, в 2003 году было запрещено Порт-Норское соглашение между правительством Санкт-Петербурга и правлением губернии Финнберг. В 2007 году с областным советом ОСЛА. В 2008 году было подписано соглашение между правительством Санкт-Петербурга и мэрией города Сталангер. В этом подписании ваш подробный слуга принимал участие. На сегодняшний день петербургскими колледжами, университетами и научными организациями реализуются более 70 соглашений в образовательной и научной сфере с норвежскими партнерами, представляющими ОСЛА, БЕРГИН, ДРОМСА, СВАЛЬПАР, СТАВАНГЕР, БУДА и другие города и регионы. Активное взаимодействие осуществляется в рамках университета Арктики, представляющая собой совместную сеть университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов и других организаций, занимающихся вопросами образования и исследований арктического региона. От Санкт-Петербурга состав университета Арктики входит в Санкт-Петербургский государственный университет, в Российский государственный гидрометеорологический университет и в Российский государственный этагогический университет. Петербургские энергетические ученые и специалисты регулярно участвуют в совместных научных и образовательных мероприятиях, проводимых как в Санкт-Петербурге, так и в городах королевства Нарвеги. В качестве примеров таких мероприятий за последний год можно привести стажировки представителей Санкт-Петербургского горного университета на базе университетов городов Остла, Ставангер, Тромса и Берген. Участие парусного судна учебного МИР во втором этапе гонки учебных парусных судов в городе Олису, участие специалистов Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Конгрессе Европейской ассоциации педиатров в городе Остла, проведение Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого международной научной конференции Арктика, истории и современности. И многие-многие примеры сотрудничества. Безусловно, особое место в российско-норвежском взаимодействии в области образования и науки занимает сотрудничество Балтийского государственного технического университета во имя с партнерами из Королевства Норвеги, осуществляемое вот уже четверть века. Своё выступление хотелось бы завершить словами великого русского писателя Антона Павловича Чехова, который сказал, что национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения. Яртым примером эффективного взаимодействия в сфере образования и науки в нашем межрегиональном уровне является сотрудничество петербургских и норвежских образовательных научных организаций. Хотел бы пожелать успехов всем участникам международной конференции и, конечно, в свободное время насладиться красотами Санкт-Петербурга. Погода ещё позволяет. Очень рады всех вас увидеть. Спасибо.